Всем привет! Сегодня это видео будет с северного балкона. Здесь у меня располагается моя цитрусовая лаборатория. Здесь у меня находятся дички, которые мне приносят для прививки. И месяц назад я их вам показывала. А сегодня я расскажу о результатах. Вот посмотрите, это моя северная лоджия. Она тоже утеплена, довольно светлая, потому что строений за окном практически нет. И немножко досвечиваю дополнительно для более светолюбивых растений, как апельсинчик. Для прививок и дерева садов это помещение оптимальное, светлое, теплое и нету палящего солнца, нету резких перепадов температуры. Это такая цитрусовая лаборатория. Вот давайте начнем осмотр. Вот это вот лимончик, который 21 марта мы прививали. Посмотрите, две ветки лимона пандероза пошли в рост, уже хорошие приросты. Одна даже с бутонами. Третья ветка более тонкая с фузата диссорента. Вот она уже тоже без пакета, держит тургор листочки. Но так как она более тонкая, еще не пошла в рост. Чтобы активировать эту прививочку, нужно дать на нее дополнительное освещение. И можно ее дополнительно опрыскать стимуляторами HB101 или янтарином. Отдельно от других. Вот это следующее, смотрим, растение. Это был мандаринчик. Он получился прививка на высоком штамбе. Сейчас покажу. Здесь три прививочки. На одну ветку мы привили лиметто пурша. Вот она. А на вторую, за кору, сделали две лиметто. Лиметто Россо и лиметто Дольче Романа. Вот. И они уже тоже пошли в рост. Вот такая Дольче Романа. Красотка. Так, это вот мой апельсин наслаждается прожектором. Вот. И вот еще тоже мандаринчик. Мы ему выделили штамп и и привили вот лиметто пурша и лиметто Дольче Романа. Вот такое растение получилось. Дальше давайте посмотрим. Это грейпфрут. Четыре стволика. Четыре разных сорта лимона. Это лимон с фузата диссавента, лимон пандероза, лайма маракеш и волкомериан плодовое плодоносище. Вот. Все пошли в рост. Мне нравится грейпфрут как по двое. Очень хорошо на себя принимает. Вот это вот апельсин. Я его привила чуть позже, но растение само по себе неактивное. Новых приростов у него не было и поэтому прививочки пока тоже стоят, выжидают. Вот. Это мандарины. Мандарины прививаются хуже и более капризные, но мы с ними подружились. Вот посмотрите. Вот верхняя прививка это лиметто пурша. Здесь уже пакетик приоткрыт и прививка пошла в рост. Ну и вот вторая тоже прививка тоже в рост пошла. Пакетики приоткрыты и постепенно приучаем к воздуху. Вот эта веточка не принялась. Причем растение отсушило не прививку, а всю ветку целиком. Ну ничего. Зато остальные здесь еще не одна прививка. На центральном стволе еще осталось четыре. И на двух боковых тоже по две прививки сделано. Вот. Дикую часть лучше не оставлять, так как она может доминировать в росте и заглушить плодовое растение. И сейчас основная наша задача при уходе за деревьевым садом это увлажняем, следим за прививочками, проветриваем. И основное, что убираем дополнительный рост пасынков, потому что они могут доминировать. Вот мы их убрали. Сокодвижение должно быть направлено в прививки. Тоже вот мандаринчики. Тоже дерево сады. Вот. И небольшие растения тоже мы привили. Вот так выглядит. Вот такая цитрусовая лаборатория у меня на северном балконе. Вот такая цитра. И вот такие вот перпады. Вот так я перпадаю. Продолжение следует...